Засыпай Тоня светит, танцует Риориту Веки полу прикрыв этот странный мотив Позабыть не могу я никак Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами Через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет Ах, Риорита, как плескало все алые знамя В нашей юной стране был каждый юный вдвойне Где все это не было и нет Ой, у девочки серьезное повреждение головы Нужна срочная операция Мальчика в реанимацию, скорее Ой Вы? Надя моя, помогите Помогите Прошу вас, умоляю, помогите мне Ну, хоть что-нибудь Ну, может же, что-нибудь Ей не я нужна В соседнем городке живет один известный нейрохирург Оперировать должен он Но он немец Если бы вы смогли его сюда привезти Привезем, будет хирург Здравствуйте Здравствуйте Вы служили под командованием Антонова Почти три года Как вы можете его охарактеризовать? Как грамотного командира И душевного человека Который всегда был противником бессмысленных жертв Исключительно поэтому имел смелость отменять приказы командарма Практика показала, что товарищ Антонов был прав Так, эпизод о пленении Антонова О котором вы писали в апреле Это было моей ошибкой Точнее, общей С течением обстоятельств Антонов не был в плену Наоборот Он способствовал пленению большого количества немецких солдат Военная коллегия признает Антонова Николая Ильича виновным В предъявленных ему обвинениях Однако, учитывая его большие заслуги в прошлом Коллегия постановила Не применять уголовного наказания И ходатайствовать о понижении Антонова воинского взвания Что? Ничего, ничего, Катя Что? Приживем мы это Катя 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 Что с вами? Герагнер, готово Надюш, по поводу слов Васькиного отца. Нет, не хочу сейчас ничего знать. Я и эта Немка. Мы с ней, у неё сын, как Витюшка, наш. Я с ними делился продуктами. Да. Всё. Хочешь правду? Надя, отец. Немец. Да. Но ты даже не спросил, почему нам пришлось её скрывать. И записывать, как свою родную дочь. Так вот именно поэтому. Иначе спецприёмник для таких вот детей. Женщина, которая спасла Надю, рассказала, что он врач. Возможно, сейчас жив. Девочка будет жить. И я надеюсь, что серьёзных последствий для её здоровья тоже не будет. Слава Богу. Мы оставим её здесь для наблюдения. И Витю вы тоже можете положить в её палате. Спасибо. 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 Гэр Агнер, сегодня вы тоже переночуете здесь. Где ваш сын? Он пропал на восточном фронте. Он делает запросы, но пока неизвестно о шифле он. Угу. А… Кем он был? Васвар Эйр Фан Беруф. Арнст. Ээсэн – хирург. Его сын – врач, хирург. Ему не хочется говорить «был». Профессор очень устал. Операция была очень сложной. Гэйнвир. Последнее письмо от Петера пришло летом сорок третьего года. А он писал, что встретил русскую девушку, Барбару. И что у них должен родиться ребенок. Может быть, вы о нем что-то слышали? Нет. А Гольдсманы сегодня в квартиру свою вернулись. Алла днем приходила, рассыпалась в благодарностях. А полковника того мерзкого выселили. Ну, правильно, все по справедливости. Не зря же вас люди любят. Любят, уважают. Я же слышу, как о вас в доме отзываются. Глаша, не старайся. Со мной все хорошо. КОНЕЦ Обманула я тебя. С ребеночком у Коли. Не получилось. А вон и мама идет. Давай, быстро ко мне. Давай, на ручки. Вот так. Ты где Наташку взял? Я же ее медсестрам поручила. Украл. Правда, доча? Я проездом. На пару минут. Как вы тут? Тяжело, Юр. Что такое? Всех осмотри. Всех выслушай. Сколько людей, столько судеб. Да. Ну, и всем поскорее домой. Знаю. По нашему ведомству так же. Пора. Наташку береги. Угу. Пока. Попустя же минутку. Вот. Дочка пошла. А я пропустила как? Поздняя, долгожданная. И все мимо. Анна Анатольевна. Да. Я хотела с вами по поводу этого немецкого врача поговорить. Вашей дочке очень повезло. Он к ней так прикипел. Выхаживает, будто свое. Вам очень повезло. Ладно, спасибо. Хорошо. Ой. Мой дом. Мама! Спасибо! Мне от неё ничего не нужно! Указом Президиума Верховного Совета СССР… Здравия желаю! Продявите документы! Что в порядке? Не смею задерживать! Хватало ещё, чтоб сопливые мальчишки тебя проверяли! Ничего, в последнее время шелупо всякое развелось! С чешими документами, с формой! Поэтому проверки нужны! Терпи! Я же всё вижу! Вижу, что ты весь мешок собрал от меня, под кроватью прячешь! И ждёшь звонка в дверь! Как тогда? Проедемте, товарищ Антонов! Вам дать воды? Да, два стаканчика, пожалуйста! Спасибо! А что у меня остаётся? Спасибо! Спасибо! Опять терпеть! Я что думал? Какой выход? Надо бы нам развод оформить! Ну что, вам с детьми будет легче! Квартиру сбережёте! Обидно же будет, если… Ты сейчас… Ты сейчас серьёзно про развод? То есть, ты считаешь, что ради квартиры я с тобою… О-о-о! Товарищ Антонов! Давай-давай, стакан, давай! Ага! Домой! Иди! Я говорю, иди домой! Иди, мне нужно одной побыть, понимаешь? А вот такими музыками не разбрасываются! Их быстро подберут! Что? Вот так вот! Что вам нужно? Коля, постой! Тебя преследует с самого бульвара! Ну что, Николай Ильич, не признали? Аська! Живой! Не отдай, а живой! Ну так, а чего? Я был смертельно убит, но обошлось! Катя, войдём! Вот, документы об освобождении! Меня после госпиталя на фильтрацию отправили, как побывавшего в плену! Был там полковник Генидов! Ну и меня со всеми! В вагон загрузили и… А это весна, май! Обидно аж до слёз! В соседних поездах все с цветами победители домой едут, а мы… Ну, как скот! Дети на станциях гадостей кричат! Спасибо! Знай! 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 Он заснул! Домой поезжайте. Я позже приеду! Позже приеду! Товарищ Ермилов просил передать, что он неаловатся… Что, у вас мало времени. Алёша! Тихо, тихо, тихо. Николай Ильич, у нас, когда комдива с должности сняли, отобрали всё. Даже полевую жену его отправили обратно, в санрод. Как, как вы и говорили в этой басне. Забыл, как называется. Про осла и умирающего льва. Да, так вот я не осёл, Николай Ильич, я за вас, я не брошу. Вы только скажите, я за вас готов… Да, да, да вы что? Оружие есть? Есть оружие? Дайте. Дайте. Я им не позволю. А ну сядь. Это приказ. Катя, открывай. Здрасте. Теть Кать. Николай Ильич, вы извините, мама передала, ко мне военный приходил. Сказала, что у вас остановится. Это я приходил. Здравствуйте. Нина? Здравствуйте. Василий? Я пойду? Не предупредил. Простите. Я же за неё ответил. Я тоже приехал. Через фиму покойного сорок четвёртого года с ней переписываюсь. Вот так. Вась. Ага. До свидания. – До свидания. – До свидания. До свидания. Меня тогда дома не было. А маму, папу и Светку тогда многих расстреляли. Ну, ничего. Ничего. Мы вернёмся. Найдём их с тобой. Памятники им такие поставим. Я туда не вернусь. Не вернусь. Больница особистая. Алексей, вашей сестре нельзя здесь больше оставаться. Иначе её задержат. А Наденька останется здесь. Вы можете волноваться. Идём. Скорей. Идём. Идём. Поехали, поехали! Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Таня, пасшов! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кажется, оторвались. Молодец, Лень. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алёшка, Алёшечка. Ты не реви-то ведь, Терехова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стой! Стоять! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт! И так как она является моей сестрой, я проводил её до пункта назначения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Число, подпись. Вас бы за это дело. Не надо было здесь оставлять. И об учебе в Академии в Москве забудь. Наши Орлы тебе всё вспомнят. И этот роман с Немкой, и это дело тоже. Не было никакого романа с Немкой. Отправьте меня домой. Тошнит меня уже от этих кирх, улиц, крыш. Тоска по родине заела, да? Выбор-то у тебя невелик. Или здесь оставят, или в глушь какой отправят. Тьфа, плевать. Мне поближе к дому. Вот поэтому волонку не доберет. Вы, пожалуйста, с женой. Вы, пожалуйста, не приходите. Надь. Чё, мы долго ещё бегать будем? Хочешь, я уйду? Я вижу, ты злишься. Ты шо, мне убить эту Немку? Сжечь вещи, которые она Витьке отдала? А что? Ты же знаешь, у меня сейчас с сестрой, сейчас так. Ты молчишь, молчишь. Сжечь вещи, молчишь. А ведь у него радость большая. Сын нашёлся. Известие пришло, жив. Был в плену, едет домой. Завидую вам, что и вы скоро домой. Нас с Юрой пока не отпускают. Послушайте, Надя, эта женщина, Глаша, она ведь там, в Москве, с вами? Угу. У меня просьба. Если со мной что, пусть она позаботится о моей Наташке. И о Юре. Ну, что вы. Анна Анатольевна, что вы. Ну, конечно же, я собираюсь жить долго. Поклють на свадьбу, моей дочери и вашего Витюши. О, любимый Нат. Спасибо, Зай. Иди, мы, иди, мы, иди. Это фраза из их песни. «Когда мы расстаёмся, мы каждый раз немного умираем». Спасибо. Спасибо. Я помогала бабушке, и мама меня похвалила. Сказала, что я очень хорошая пионерка. Спасибо. Давай отойдём немножко. – Ну, здравствуй. – Здравствуй. Ты меня подожди здесь немножко, хорошо, и мы обязательно пойдём туда. Ты бы ещё раз делась тут, что ты её зенки вылупил. Иди уже очередь отоваривай. Вася, я сейчас пойду. Ну, Вась! Чё? А ну извинись, герой, портки с дырой. Я ж не посмотрю, что ты в медалях. Мои, мои та при мне. А твои где? В жидовской постели забыл? Вася! Вася! Всё, 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 стой! Гражданин, гражданин она назад. Назад, гражданин. Тише, стой. Ну, гад! Ну, что ты тут, ну? Опять мы к вам за помощью, Николай Ильич. Васю арестовали. За драку. Он за меня заступился. А его в милицию. Его оттуда на Лубянку перевели. А за что в милиции не говорят. Ну уж точно не за драку туда-то. У них с Нинель через неделю роспись назначена. Ну всё. Медалями там никого не удивишь. Оно вам надо. Глаша, иди куда шла. Ну вот куда вы его отправляете, Катерина Афанасьевна? Глаша! А ведь она права. Права. Это же ясно, что Василия арестовали, потому что он твой человек. Ну, значит, тем более я должен идти. Что ж за подлость его так взять и не бросить? И не помочь человеку. Думаешь, поможешь? Я тогда с тобой пойду. Кать, Кать, сердишь ли? А если ты сегодня не вернёшься? Ну, меч-мешок знаешь где. Если что, передашь. Иди, мам. Времени много свободного. Расстратить все его на такую чушь. Не советую начинать с оскорблений. Гражданин Неудахин арестован за антисоветничество. И вот показания его сослуживцев, которым он неоднократно и убеждённо рассказывал, что немцы жили лучше, чем мы в СССР. И вот, прошу. Он же всю войну прошел. Ведь это не для того, чтобы вы теперь за ним следили и доносом всяким верили. Вот плюс пребывание в плену. Да хотя, вы об этом не понаслышке. Да. Раньше было время врагов народа, а теперь время кленных. Предателей. Неудахину дали шанс, а он его не оправдал. Да. Вот прямо по вашим стопам и делал. Да, гражданин Антонов. Уведёте гражданина Антонова на дознание. Есть. Встать. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР постановил выпустить в обращении 16 декабря 1947 года новые деньги в рублях образца 1947 года. Разменная монета обмену не подлежит и остаётся в обращении по номиналу. Произвести обмен имеющихся ныне в обращении на новые деньги на новые деньги. Кому какое. Ох, опять всю ночь дыхала. Покоя от тебя нет никакого. Я уеду скоро. Мне перевод пришлют и я уеду. Нужна ты где? Ага. Запрет на таких, как ты, поселенцев. С продовольственными и промышленными товарами. Большие города к людям пускать. Вот на. Письмо тебе было. И там твой перевод. Мне прислали гораздо больше, чем здесь. А я в счет долго за комнату взяла. Живешь тут, почитай, не загрошь. Все равно теперь бумажки превратятся. Это подал. Э, поговори тут у меня. Обратно Владе захотела. Уезжай. На все четыре стороны. Вот сколько есть. Возьмите. Довезите до узловой. Старые. Да кому они теперь нужны? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да не смотри ты так, Петер, будто я в чем виноват. Ну, не найти их уже. Торештейн ты. Сегодня же сядешь в поезд, через день-два будешь дома. Там ваши фрау тебя с руками оторвут. У вас же там, как и тут, мужики нынче наперечет. Вы уже столько сделали для меня. Так никуда заезжать не будем. И так столько времени впустую потратили. Ты что, хочешь нам всегда остаться здесь призраков искать? Да у тебя один выбор. Либо домой, либо обратно в лагерь. Ну? Попрыгивай. О, Господи, приехали. А, бабушки вы мои. Глаша. Витя, беги к Глаше. Ну что, смотри. Глашу помнишь? Я-я-я. Я-я-я. Вы вырос-то как, а? Вы там тоже не шибко сытно жили. Здравствуйте. Здрасьте. 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 Родители дома? У Алёши направление под Рязань. Мы всего на сутки. Как дома-то? А? Долго рассказывать. В общем, мама твоя бегает, пороги важные оббивает. Отец пошёл парню помогать, которого на Лубянку забрали. Ну, в общем, папу тоже. Арестовали? Ты моя девочка? Моя девочка? Моя красавица. Ты моя любимая. Ты моя дочка? Моя любимая. Любимая. Ты так похожа на свою маму Такая же солнечная Моё солнышко Солнышко Моё солнышко Витя! Ты моё солнышко Отдайте Это моя дочь А где Барбара? Нету Я скоро вернусь Я вернусь Это её молчи Ну что, твоя дочь? Нет, я ошибся Видишь, от рабочего места отойти не могу Идут, идут Даже обедаю здесь Климент Ефремович Вы с Николаем знакомы С двадцать первого года Знаю, знаю Я ситуации с ним знаю Так что можешь не повторяться Что ты там принесла, Катерина? Ну, сама сделала Угу У меня скоро Музей подарков Можно будет открывать Но уважила Уважила Напомни, ты кто по профессии? Я с восемнадцати лет За Николаем по гарнизону Офицерская жена Это профессия Я вот за тебя тост хочу Позволишь? Уважаю жены С таким характером Мощным Такую себе ищи, Башко Такая всегда Поднимешься там небо пощекотать Или им по дну поползёшь Рядом будет И не разлюбит У них чувства тоже мощные По мелочам не размениваются Присаживайся Многие сейчас найти себя не могут Ходят Стонут в шутку Войнушку бы на час Тогда всё понятней было Где враг И что делать Воли больше было А сейчас? Если вы Не поможете Я дальше пойду Вопрос думаю решим Может не быстро Но положительно И насчёт Николая твоего И кого он там защищал Я же просила не грохотать Что? Вы мне назло? И уберите наконец этого кота У меня аллергия на шерсть Это кошка Лучший подарок В наши-то времена А то крыс-то много развелось Так что скорее вы отсюда Глаш, прекрати Ну а чего она? Как будто нас к ней подселили А не наоборот Тоже мне царица Букли накрутила элегантные Это к нам Наши что ли? А ну брысь отсюда Зараза любопытная Это и кошки Шерсти Маша Скажите своей домработнице Пусть полотнее экран прикрывает А я и сама могу сказать И себе, и тебе Так могу сказать Давай Меня вызвали тогда по делу Степана Я обрадовалась Хоть какие-то сведения Столько месяцев тишина Поговорили Потом вдруг Уведите арестованную Просто так В тот момент Мария Козырь Прожденная Боленской Наверное не стала У меня в Москву-то дорога закрыта Я уж на свой страх и риск суду Ночку повидать Пашего много А потом уже куда-нибудь Где таким, как я, жить разрешила Никуда ты не поедешь Дети послезавтра приедут Как послезавтра? Так Николай Ильичу на юбилей Коль, ты одно скажи Степана видел? Да всего-то один раз Только успел сказать Если сможешь Маше, Маше передай Чтоб держалась Я это делаю Десять лет уже Он сильно мучился Били Всех били Вот сейчас там Другого калибра сидят Проходи сюда Да-да Ага 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 Ага